здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о ветеранах труда дело в том что не все до конца понимают что это такое как это работает а так как нашу программу смотрят многие ветераны наверняка будет им интересно это услышать а может быть их дети и внуки что тоже поможет в этом вопросе почему потому что это же определенный статус в общем на на все эти темы мы поговорим со специалистом сегодня у нас в гостях заведующий отделом социальных услуг окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области елена александровна ушакова здравствуйте елена александровна у вас даже фамилия такая грандиозная для российской истории поэтому очень приятно что именно вы занимаетесь этой темы но у нас возникла вопрос потому что есть специальное даже постановление правительства московской области о том ну о ветеранах труда скажем так да присваиваем кому присваивается за что присваивается самый такой важный вопрос что это дает вот мы не торопясь постепенно с елена александровна попытаемся сейчас в этом разобраться давайте начнем самого простого кому вообще присваивается звание труда я так понимаю что нужно как-то очень много и долго хорошо работать звание ветеран труда присваивается при так скажем скажем трех основных условиях она присваивается граждан россии граждан российской федерации имеющим место жительства московской области и имеющим федеральные награды или ведомственные знаки отличия и также есть требования к стажу работы то есть это для женщин 20 лет для мужчин 25 лет так это немного 20 или 25 я помню истории по 40 по 45 лет тут наверное ключевая все таки история может быть как вы правильно говорите не только даже стаж хотя это очень важно безусловно но именно еще награды вот про федеральное понятно наверное что это такое а вот грамота это может быть там грамота например директора завода нет это должна быть грамота именно федерального значения значения то есть министерство допустим министерство спорта российской федерации или там министерство здравоохранения российской федерации и если у людей есть награда которая грамота которая была им вручена до 1 июля 2016 года то там подходили любые награды то есть это могло быть и звание и грамота и какой-то сейчас немножко упорядочить сейчас да немножко законодательство изменилось после 1 июля 2016 года каждое министерство ведомство учреждает свою награду которая дает право на присвоение звания ветеран труда ну хорошо его тут мы специально такой опросник подготовили чтобы ничего не пропустить вот я уже начал говорить как и ведомственные знаки отличия мы об этом поговорили вот само слово награды то есть если правильно я понимаю вот чтобы мы сразу то есть человек у которого нет никаких наград но он может сработать 50 лет на одном предприятии да он сможет получить ветеран нет к сожалению не сможет хорошо но может быть там какими-то другими способами может быть просто за 50 лет сделать награду как раз благодаря этому нет и есть мера социальной поддержки 50 лет стажа так она ежемесячная но она дается людям которых нет ведомственных наград то есть в общем то тут тоже продуман этот вопрос прежде чем мы пойдем дальше а много вообще сейчас обращаются к вам с этими документами люди знают о том что они могут претендовать на такое да мы регулярно это все выкладываем на сайте у нас есть вся полная информация в чатах в сми то есть можно найти вас разными способами что понять о чем не ты ну хорошо давайте мы перейдем на к самому такому важному моменту если человек вдруг узнал что ветеран труда я специально отдаляю пока тему что дает это звание до чтобы нам была такая приятная интрига все-таки то что для людей заслуженных которые в общем-то достойно этого звания но по крайней рейне так кажется их довольно много а получить могут не все поэтому какие документы на сегодняшний день необходимо представить куда их представить где их собирать как это работает заявление на присвоение звание подается на региональном портале услуги мусрек там необходимо приложить свой паспорт причем паспорт с регистрации по месту жительства фотографию три на четыре нужно приготовить черно-белую документ подтверждающий стаж это может быть трудовая книжка либо справка с места работы в календарном числе не документы награды документы до наградные подтверждающие это конкретно должны быть вот эти орденские может быть книжки если орден или медаль это награда должна быть во первых обязательно вписана в трудовую книжку что она присвоена да и соответственно да сами награды граждане прикладывают я хотел тут одну тему коснуться мы все я не претендую на звание ветеран труда сейчас просто мы же выходцы еще из советского того союза я помню как моя мама искала эти варианты все потому что она работала тех республиках которые теперь странными стали вот какое-то время как вот этот трудовой стаж как он считается если например он должен быть непрерывный на одном например месте или он где-то может прерваться ну трудовой книжка ты закончил одно например предприятие шоу на другое но ты можешь на награду и на этом предприятии получить и на том за хорошую работу вот но можете там был какой-то какой-то перерыв стажа как это работает нет он считается в общем то есть трудовой сейчас же ровная называется стаж он плюсуется на разных то есть не нужно чтобы это было 25 на одном месте вот от сих до сих но другое дело что все награды как высказать должны быть прописаны там в трудовой книжке а книжка должна быть трудовая в живом виде предоставлена или в электронном можно ну как правило предоставляют часть либо выписку с места работы и саму саму трудовую книжку на электронные книжки пришли недавно ну да кто это успел возраст вот этих людей ветеран труда опять же ведь работа бывает разная бывает работа когда люди уходят на пенсию официально да законно довольно рано там военные специальности или специальности связанные с какими-то вредными скажем так производствами вот есть какая-то градация ветеран труда может быть там условно в сорок восемь лет например конечно может безусловно то есть награду вручают как правило если есть 15 лет стажа работы в данной сфере и если человек допустим 20 лет поступил на службу или в какую-то организацию может проработать 15 лет или 35 годам уже идти годам стать ветераном труда как хорошо что мы об этом не знали мы там нашей профессии уже даже больше по времени но кто знает может быть документы подойдут когда-нибудь хорошо и вот еще такой важный момент подается документ возвращаемся к схеме положим документы все приняты дальше что происходит как работает процесс принятия решения дальше мы собираем документы и передаем их комиссию министерства социального развития потому что русского московской области да потому что а звание присваивается решением комиссии министерства социального развития московской области целыми целое министерство как бы тебе вручают звание а комиссия это со всех регионов до со всех район значит городских городов русских углов собирают да вот эти вот данные да и потом формируют а есть какая-то градация что люберцы мы дадим 3 не знаю там нет нет это зависит комиссия регулярно работает примерно три-четыре раза в месяц собираются документы то есть со всей области они предоставляются в комиссию комиссия на заседании рассматривает и принимает либо положительные решения либо отказать на тоже может да даже если документы сейсм почему-то они но они мотивируют мотивируют это чем конечно конечно такого что нет и в граждане получает официальный ответ об отказе а потом он может еще раз подать чтобы вторично пересмотрели его просьбу валь такие случаи подать может да но если опять могут отказать если все условия присвоение звания присвоить соблюдены как проверяются вот еще такой момент последнее время мы видим всякие сюжеты над всегда было до люди иногда приписывали себе какие-то награды вот если например есть какая-то государственная награда там проверяется номер до соответствия в каком-то реестре он существует если например человек представляет документы что у него есть там не знаю орден какой нас там дружба народов например и же такой орден работает еще да то есть вы проверяете что действительно он награжден этим орденом то есть нельзя просто так написать и сфотографировать хорошо я почему эти вопросы задают тоже такой важный момент для понимания всего и 10 дней до проходит с того момента после того как комиссия рассматривает и после этого четверо мы решили вам присвоить звание ветерана труда само присвоение значит где происходит просто это какое-то такое торжественное или просто вы приглашает к вам нет человеку приходит на услуги мосрек уведомление что поздравляю до принято положительное решение и в течение трех дней после этого мы направляем в города потому что в окружном управление подведомственных три города четыре города это латкарина держинка люберцы и котельники мы направляем удостоверение сведом с ведомостями в мфц которых принимает наши сотрудники и граждане до приходит туда получать удостоверение это просто удостоверение какого она вида то есть это удостоверение он может показывать там где для ветеранов труда есть какие-то либо нет об этом еще отдельно поговорим кому мы можем отказать вот вы сказали что комиссия может просто отказать но вы же когда собираете документы по идее вы же видите что он что-то может не пройти вы наверно так и говорите вы знаете но при всем вряд ли вас пропустят или иногда бывает что по документам все нормально может по ошибка ошиблась комиссия ну отказ может быть конечно если человек не является гражданином российской федерации если он не прописан в московской области если у него не соответствует награды или и и совсем нет если ему не хватает стажа бывают такие случаи что человек подает повторное заявление у него уже есть звание он еще раз подает вот то есть такой я испании некоторые все-таки пытаются побороться за звание ветеран труда сейчас делали большую паузу но после этого продолжим напомню что у нас гостях заведующий отделом социальных услуг окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области лена александр ушакова который нам очень подробно четко рассказывает о том что оказывается многие из вас могут но не хочу говорить слово побороться но попробовать получить это звание если вы как говорится проходите по всем тем параметрам о которых мы говорили во второй части продолжим напомню что программа открытый диалог у нас гостях заведующий отделом социальных услуг окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области елена александровна ушакова вот такое длинное название серьезно и главное наверное здесь слово это социальное мы о нем чуть позже поговорим когда собственно говоря доберемся до главного чего ждут многие наверное что дает это звание но прежде я хотел бы адресовать такой вопрос а сколько вообще людей обращаются есть какая-то статистика и это массовое такое явление или просто некоторые даже не знают что можно как-то вот стать ветераном труда по четырем депутаты может подсказывать не знаю про депутатов не скажу так по четырем городам в среднем более 25 тысяч у нас ветеранов труд 25000 но это хорошая цифра но наверное большинство людей не в курсе которые могли бы этим заняться или просто они не считают это нужным делать есть какой-то вот я к чему веду есть какой-то рост например там в том году столько-то пять лет столько-то не обязательно цифра просто порядок или вообще все приблизительно одинаково все приблизительно одинаково и люди знают потому что проводим и встречи и публикуем на сайт и на сайт и на сайте управления и в чатах часто вопросы задают поэтому а вот задаются вопросы с точки зрения что все-таки какие-то льготы получить или для некоторых это еще и все-таки звание такой вот ветеран труда звучит я имею ввиду это просто как приятность или все-таки как социальный такой подарок нет это конечно это получение социальных льгот прежде всего ну хорошо мы до льгот вот почти уже дошли давайте мы еще раз напомним как куда можно подать заявление на присвоение звания ветерана труда заявление на присвоение звания подается на портале услуги мосрек просто заинвестироваться там на дому шумяна все заинвестировались да вот и как долго рассматривается это заявление она подается до принимается к рассмотрению она в тот же день и после того как документы поступили поступили в министерство на комиссии с заявлением до 10 рабочих дней а документы вот я заявление например написал я знаю список документов я этот список документов должен уже лично представить приехать куда-то или их могу тоже в электронном виде а сверка есть но сверка уже происходит при выдаче удостоверения а то есть когда человеку да уже приняли положительное решение он уже если он чуть не так написал вдруг но он не пишет это же электронные заявления все я понял вас хорошо вот итак мы выяснили с вами как подается заявление мы выяснили что оказывается иногда достаточно даже небольшой срок отработать да если хорошие награды и так далее то есть те кто хорошо работали получали награды на это имеется виду как мы уже поняли не просто грамоты грамоты наверное все когда-нибудь получали от руководства за что-нибудь а именно вот серьезные какие-то на уровне может быть министерств и ведомств до на газе герой федеральном уровне и так далее кстати вы наверняка это знаете какие вот примерно существует федеральные награды вот за что могут работника наградить какие есть может быть ноут я знаю там может быть благодарность президента может быть например это же тоже как награда считается какие существуют ордена медали ну каждому как мы уже говорили да что каждое ведомство министерство присваивает свои а награды учреждает но вот например мвд это нагрудный знак почетный сотрудник мвд медаль за трудовую доблесть медаль за безупречную службу мвд отличник службы первой второй степени то есть это уже к вам сигнал идет что это нормально куда-то и вот но очень много министерства и ведомств поэтому перечислять конечно это все тогда получается что эти награды ведомственные они все-таки комиссии учитываются ну как вам сказать если есть медаль мвд наверное медаль министерства какого-нибудь сельского хозяйства условного до назовем так по-другому называется вот где тоже комиссия то есть ваши руководители считают что да это награда в ведомстве на она достойна того чтобы вписать ее в эту историю поэтому я так понимаю что наверное тем людям кто ну задумывается сегодня об этом нам надо понять еще по этим может быть вам что-то и вручали вы как-то так и и забыли как это бывает в жизни ok еще один такой момент все-таки речь идет о социальном развитии паре понятно что у вас масса других вопросов но насколько сложна эта операция вам сегодня выполнять ветеран труда она много задействована сотрудников как долго идет процесс или благодаря вот этой вот электрификации можно так сказать попроще все ну или проверки все равно нужно осуществлять сверять документы проверки все равно человек обрабатывает это заявление в любом случае это вносится в базу и стаж и награды если делается реестр с которым потом уже сотрудник едет на комиссию в министерство то есть то есть такая серьезная работа да серьезно но просто вы сказали цифра 25 тысяч это как-то звучит на этих присваивается звание да то есть человек который работает именно с теми кому присваивается звание на сегодняшний день он один и вот по четырем городам сотрудник один работает по обрабатывает документ но сейчас на же еще новое звание государственном герой труда появилась я понимаю что немножко другая история но тем не менее это как кристисти крестинца до всего вот этого когда человек может получить тут же сразу же одну единственную награду которая в общем-то не требует от него уже на дальнейшего участия в вашем назовем так проекте но переходим главном к самому приятному то ради чего люди получают это звание ветеран труда потому что в стране масса людей которые достойны и отработали и к сожалению кто-то из наград без наград а кто-то к счастью с наградами тем не менее вот вы вручили человеку удостоверение и отныне что у него за как говорят коврижки какие какие у него социальные плюсы кипа вы появляются у него появляется ежемесячные денежные выплаты как у ветерана труда они как у всех одинаковые ли раз да у ветеранов труда да а сколько сейчас составляю 102 рубля у него получит появляется компенсация радиоантенна я тоже ежемесячные денежные выплаты компенсации за стационарный телефон проезд бесплатно да компенсация жкх вот до процентах там то тоже устанавливается это вот следующий начальник и есть за что так скажите побороться до окажем но в любом случае вот милина александровна вы ощущаете вы ваши коллеги что вы делаете вот такое дело помогаете людям ведь этого же можно не делать ну кто-то сидит себе нового вручили медали и вручили чего я там буду и так далее но если есть возможность этим у нас просто же население еще не всегда юридически подковано то есть куда обращаться камобра я честно вам скажу не бибис вот прошу на меня не обижаться никакой случае что даже многие на это название что есть такая вот услуга поэтому как вы считаете а может быть необходимо об этом кто чем мы сегодня занимаемся до рассказывать не имеют у него совместно как министерство может быть и на уровне федеральном просто рассказывать что есть вот возможность как-то кому-то облегчить жизнь да а кому-то в общем то сделать такой кто хорошо может зарабатывать и до сих пор да но это приятно получать какие-то ведь государство таким образом говорит я вижу тебя я понимаю что ты принимаешь участие в моей жизни это такое полезное дело вот хватает ли сегодня наглядной агитации скажем так связи с этим но я думаю что хватает и потому что по всей области во всех управлениях и министерства в том числе у них также есть сайт у каждого управления есть сайты где любой человек может зайти посмотреть не только эту меру соцподдержки но и по детям по инвалидам то есть все что интересует все что какие меры соцподдержки оказываются управлением и министерством социального развития московской области первое главное это конечно сайт на котором можно все увидеть все официальная информация также на есть чаты в которых непосредственно отвечаем на вопросы то есть вы лично отвечаете даже и и я и сотрудники и всех отделов это и тоже и жкх и детские и доплаты в пенсии в общем все по всем по всем вопросам понимать я сдерживаю себя потому что с вами можно говорить еще о многом но мы сегодня договорились что мы говорим именно ветеранах труда я надеюсь что когда-нибудь к нам придете еще расскажите обо всех этих социальных вещах а вот единственно такой то если бы вопрос адресовал сколько примерно но направлении что ли деятельности у вас существует вашей вот работе сегодня вот одна ветерана труда 2 там по пенсионным до каким-то вопросом еще или они именно мой отдел да 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 именно мой отдел занимается региональными социальными доплатам к пенсии до выплаты старшему поколению 65 плюс 1000 рублей одинокого одинокопроживающим гражданам социальная карта житель московской области выдача замена проезд реабилитированным ну то есть вы как добрая фея гребения и социальные пособи на погребение ежемесячная материальная помощь на погребение да и бесплатное зуб протезирование даже это на вас увидеть сколько у нас тем интересно но я не зря отговорю доброй феи почему потому что у вас хотя я прекрасно прям вашу работа сложно есть люди которые мне на что не претендуют но им очень хочется есть люди которые претендуют но они почему-то этого не делают да бывает же также завершая наш сегодняшний разговор на вот чтобы вы сказали тем кто в принципе готов очень поучаствовать в этом проекте да назовем его так сдать документ и так далее это муторно стоит им этим заниматься или ваши коллеги вы вместе поможете максимально быстро это удобно варима сделать это удобно это просто заявление подается на портале услуги мосрек если есть какие-то сложности вы можете прийти в любой мфц по московской области даже не в городе люберц и латкарина держинка вы можете прийти в орехово-зуево там условно скажем проконсультироваться и подать заявление непосредственно наши сотрудники принимают также в мфц в котельниках в держинке в латкарина и в люберцах то есть перед подачей заявлений вы можете подойти к ним проконсультироваться по любому вопросу не только по ветеранам труда им максимальная помощь вами будет оказывать вот это мы видим спасибо огромное заведующий отделом социальных услуг окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области елена александр ушакова рассказала вам о том что вы можете получить еще дополнительные какие-то скажем так услуги если можно высказать если вы подходите по документам стать ветераном труда что само по себе звучит гордо спасибо вам огромное за участие нашей программе села проект открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания